За прошедший год количество новых брокерских счетов было огромным, то есть люди все больше и больше в огромном количестве идут на биржу для того, чтобы открывать брокерские счета. Почему они это делают? Ну потому что, во-первых, банковские депозиты уже не дают ту самую доходность, которую раньше давали, то есть не имеет смысла. А во-вторых, люди видят, что акции приносят намного больше прибыли. Вот сейчас вы видите акции, которые в моем портфеле дали максимальную прибыль примерно за год. Это сам на первом месте сейчас стоит у меня Мэйсис, это американские акции, практически 60% дали за год в долларах. АФК-система, 158% годовых в рублях, ну примерно за год. Яндекс, 124%, полиметалл, 107% и так далее. Ну конечно, это намного больше, чем проценты по депозитам и хочется взять акции. Но, во-первых, акции могут и упасть, во-вторых, какие акции взять, когда их взять, это тоже важно, то есть точка входа. Поэтому давайте попытаемся разобраться, что же надо брать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Как я уже сказал, очень многие люди открыли уже брокерские счета, даже завели деньги и у них стоит вопрос, а что же взять? Вот прямо сейчас, и есть люди даже, которые мне пишут, слушайте, я вот тут в январе открыл брокерский счет, купил акции, а они упали. И как быть? Ну давайте посмотрим, вот сейчас я выведу график. Это индекс Московской биржи. Что такое индекс? Индекс это примерно усредненная цена всех-всех акций, которые торгуются на Московской бирже, то есть акций российских компаний. И здесь явно видно, что примерно с 21 января акции начали падать. И надо ли их сейчас брать? Это большой вопрос. Куда они пойдут? Может быть они еще дальше будут падать или не будут падать? Когда их покупать? Стоит ли их брать прямо сейчас? Ну если вы их сейчас возьмете, то скорее всего, в любом случае, как только мы берем акции, они обычно падают. Это очень часто происходит. Почему это происходит? Посмотрите, акции растут неравномерно. Неравномерно. И поэтому, как только вы взяли, она вот так вот колеблется, то вы почти неминуемо увидите красный цвет на акции. Потом, значит, она может дернуться вверх, потом вниз и так далее. И не надо на нее так внимательно смотреть. Надо акции брать надолго. То есть на какой-то достаточно большой срок. Вот эти акции, которые у меня, они и падали тоже достаточно долго. Я ждал этого дела, а потом они скачкообразно могут вырасти, потому что акции это не депозит. И вот прямо сейчас я хорошо бы подумал, надо ли вкладываться в акции. А может быть, ну их нафиг, а может быть вложиться в облигации. И облигации это тоже хорошо. Смотрите, это даже лучше, чем депозит. Почему? Потому что, смотрите, когда вы кладете деньги на депозит, то вы заключаете депозитный договор с банком. То есть вы обещаете банку, что не будете забирать эти деньги в течение полугода или года. А банк за это вам дает повышенный процент. Так вот, в облигациях такого нет. В облигациях вы можете их купить, продержать, ну какое-то время, когда вам деньги нужны. Вы их продаете и чаще всего вы не теряете процент. А может быть даже и получаете больше. То есть облигации это очень интересный инструмент, с одной стороны. С другой стороны, по облигациям тоже есть гарантированный доход. И он каждый день тоже капает. И это можно видеть, и это очень-очень приятно, с одной стороны. С другой стороны, этот доход бывает сильно больше, чем по депозиту. Но кто-то, может быть, скажет, что там бывают и дефолты. То есть надо знать, какие облигации надо брать. И на самом деле в облигациях можно и пролететь. То же самое, потому что облигации тоже могут упасть, как это ни странно. Хотя они дают гарантированный доход. Давайте посмотрим на облигации, которые... Вот я вывел табличку специально по облигациям, которые наиболее популярны. В этой табличке, вот сейчас вы ее видите, мы можем посмотреть по обороту количество... Ну, по сумме оборота, какие облигации больше всего по обороту берутся. Ну, на первом месте Казахстан почему-то, а дальше ОФЗ, 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 ОФЗ. Почему ОФЗ? Потому что, ну, они самые-самые надежные. Это надежнее, чем хранить деньги в Сбербанке. Ребята, это государственные облигации федерального займа. Это государственные. Они гарантированы государством. Посмотрите, лот одна штука, облигацией торгуется цена. Цена на облигации вот здесь 110, 100 и так далее. Что это такое? Это проценты. То есть цена на облигации всегда идет к процентам по номиналу. А номинал у облигаций практически всегда 1000 рублей. Вот. Теперь дальше. Давайте посмотрим на следующий параметр. Вот здесь доходность. Что это такое? Доходность это текущая доходность. То есть если вы купили облигацию прямо сейчас, то вам гарантируется доходность вот такая при условии, что вы держите ее до погашения. Вот в чем секрет, понимаете? А если вы захотите купить ее, продать где-то посередине, то никто этого не гарантирует. Потому что смотрите, вот цена покупки, вернее, а вот дата погашения. И вот отсюда до сюда здесь вам гарантируется доходность. Вот это вот текущая доходность в годовых. Но если у вас облигация, вы до даты погашения хотите ее продать, вы можете ее продать как дороже, так и дешевле. То есть здесь тоже есть различные нюансы, и поэтому здесь тоже можно пролететь, в этом надо разбираться. Если вы хотите получить гарантированную доходность, то надо смотреть не только на доходность вот эту, потому что кто из вас будет держать облигацию до даты погашения. Ну, здесь до погашения. Так, я сейчас посмотрю. Дата погашения есть. Вот сейчас вы видите, уже дата погашения стоит. Смотрите, вы будете получать гарантированную доходность, скажем, 6,79%, но при условии, если вы будете держать ее до 2039 года. Оно вам надо. Поэтому есть здесь количество дней до погашения. Давайте отсортируем количество дней до погашения в обратном порядке. И вот оно. Смотрите, 12 дней до погашения. 15 дней до погашения. Я вывел только те, которые торгуются, и по которым больше 10 сделок в день произошло. Вот оно количество сделок. Посмотрите. И здесь уже совсем другие доходности. 12 дней до погашения, и доходность отрицательная. Понимаете? Доходность 4,56, 1,79. Вы хотите такую доходность? Конечно, нет. 4,95, но уже что-то. 8,91. Что это такое? А это уже более-менее разумно. 23,03 до марта месяца вы поддержите эту облигацию и получите практически наверняка 8,91% годовых, если вы купите ее по этой цене. Оно практически 100%. То есть, посмотрите, вот здесь вот дата погашения до марта, например. Мы замораживаем деньги и смотрим, какой процент мы можем получить. И вот здесь уже все становится на свои места более-менее. Посмотрите, вот он процент. 4,05, 4,46, а может быть и стоит. А может быть и стоит. Но я вам советую брать облигации не по самой высокой доходности, а по надежности. То есть, выбирайте самых надежных клиентов. Если вы в этом не разбираетесь, то здесь тоже есть риски. Можно попасть на дефолт какой-то или оферту и так далее. Бывает технический дефолт. В этом надо разбираться. Поэтому облигации это тоже очень интересный инструмент. Но в этом надо тоже разбираться. Ну, общий такой совет я вам скажу, Что если облигация дает доходность значительно выше, чем доходность по депозиту, То здесь стоит задуматься, а надо ли их брать. Ну, вообще говоря, есть такое понятие, как портфель инвестиционный. То есть, надо часть денег держать и в облигациях, и часть денег в акциях. Потому что, когда акции падают, вы смотрите, облигации-то растут, и все хорошо. А когда облигации растут, но медленно, а акции растут быстро, то акции хорошо. Какое здесь соотношение надо избрать? Здесь тоже каждый выбирает по-своему. Ну, в принципе, на самом деле, портфель надо формировать, исходя из, ну, просто побольше сумму вкладывать, И разбивать этот портфель на разные активы. То есть, часть вложить в облигации, часть в акции. Часть в какие-то, может быть, фонды. Вот сейчас вы видите мой портфель. И у меня вот это, что у нас? Облигация как раз, РУС-28. Это государственная облигация, даже в валюте. То есть, она растет в валюте. Вот, что у нас здесь? Это облигация тоже. Но это структурный продукт защиты капитала. То есть, здесь вообще ничего нельзя потерять. Зато можно заработать, но она на 5 лет. И можно заработать там большие деньги, неограниченные. То есть, это особая штука. Я не рассказывал, что у нас дальше. А дальше пошли акции. Дальше пошли акции вот здесь российских компаний. Дальше часть идет акций в долларах. Ну, вот эту часть, я сейчас решил ее сократить немножечко, 18%. Это у меня очень-очень агрессивные, очень-очень страшные инвестиции, по которым я как раз и получил максимальный доход в этом месяце. Почему? Потому что это срочный рынок Форц. Туда не надо лезть ни в коем случае, если вы в этом не разбираетесь. Ну, посмотрите. Вот они, акции падают. Когда акции падают, то на падение акций тоже можно заработать, и на падение всяких индексов, но заработать на них можно на срочном рынке. И вот именно эта, вот эта вот доля, это то, что вложено у меня сейчас в срочный рынок. То есть, только здесь можно заработать на падение. Если вы покупаете акции, на падение акции заработать практически нереально. Только на росте. Вот, а здесь можно заработать и на падение. Но это очень-очень рискованная штука. Очень рискованная, без обучения я вам крайне не советую. Вот, ну а сколько можно заработать, ну я вам могу показать. Ну вот, вы видели, что акции падают. И вот 30 дней. Я выбрал период, посмотрите. Ну, вот такая доходность. 175 тысяч рублей на срочном рынке. То есть, ну, это страховка от падения акций. Ну, здесь мне повезло, я не буду отрицать. Ну, хорошо получилось. Так достаточно четко я предугадал рынок. Посмотрите, что я сделал. Я сделал, определил, что, смотрите, вот это рождественское ралли, оно находится в канале. Просто индекс РТС вышел из канала. Индекс РТС – это стоимость акций в долларах совокупная на московской бирже. Он вышел из канала, и я решил, что он упадет. И он упадет. Сначала вот я поставил вот этот вот точка сопротивления. Смотрите, вот здесь вот низы, низы. И вот здесь точка сопротивления. То есть, если он пробьет ее, то пойдет дальше вниз и пойдет вниз. Вот еще одну точку. Здесь, здесь, здесь примерно. Вот я определил минимумы. Ну, и я решил, что она дойдет досюда. Досюда она дошла практически. Вот на этом я и заработал на срочном рынке. Как это сделать? Я рассказываю на своем курсе по опционам. Это не биржа для чайников. Это курс по опционам про срочный рынок. На бирже для чайников я рассказываю все про акции и про облигации. Там все-все тонкости, что такое облигации. Там по облигациям три занятия по два часа только по облигациям рассказываю. По точкам входа, значит, там технический анализ. Как вот эти вот строить всякие графики. Как в них разбираться. Как установить терминал КВИК. Обо всем этом я рассказываю как раз на курсе биржа для чайников. Ну, а для тех, кто просто открыл счет и не знает даже, как пополнить, или даже не знает, как открыть счет. Ну, там бесплатный абсолютно курс есть. Надо нажать на кнопочку «Модельный портфель» на моем сайте. Demetkov.com Сейчас я вам его покажу. Вот он. Посмотрите. Ну, биржа для чайников, да, это 7500 рублей. Для тех, кто ничего не знает и хочет, ну, как бы торговать. Ну, а для тех, кто не хочет торговать, а просто инвестировать. Вот. Как открыть брокерский счет в модельный портфель. Все. Друзья мои, вы открываете брокерский счет, и там я рассказываю. Это начало вот этого курса биржи для чайников. Но здесь не будет ничего о торговле, здесь не будет ничего о том, как определять точки входа, потому что это для инвесторов. Ну, а если вы инвесторы, то вот, пожалуйста. Вот. Ну, опционы, я уже сказал, это для тех, кто хочет на срочном рынке заработать. Брокер БКС, это если вы хотите, не хотите открыть счет, в открытии, брокер открытия крупнейший, то, пожалуйста, можно вот другой брокер БКС. Кроме того, вы можете увидеть там ссылочку у меня под видео на Тинькофф, там можно открыть счет, то же самое. Тинькофф очень удобная штука, вот. Но в Тинькове нет, естественно, срочного рынка. Вот. По комиссиям, что я могу сказать. Ну, сейчас вот из этих вот перечисленных брокеры БКС и открытия, это старейшие брокеры и у них сейчас, но у открытия самая низкая комиссия. У БКС, ну, там иногда чуть выше она бывает. Сейчас они тоже здорово снизили. У Тинькова будут комиссии повыше, потому что брокер открытия, ну, в конце прошлого года снизил здорово комиссии. И сейчас это, ну, я могу смело сказать, что это один из самых, один из самых, ну, во-первых, это один из самых крупнейших брокеров, и при этом у них одни из самых низких комиссий среди всех-всех-всех брокеров, которые мне известны. Ну, примерно сопоставимы еще комиссии у брокера ВТБ, ВТБ инвестиции, ну, и там некоторые другие, я не буду их называть. Вот, я лично нахожусь в открытии, поэтому, если вы хотите, чтобы я вам помог, то, пожалуйста, в открытие нажимаем вот на эту кнопочку «Бесплатная». Ну, а вопросы о том, как, вот в каком соотношении делать вот этот вот портфель, в ближайшее время я планирую встретиться с одним специалистом, который как раз вот специализируется на том, что структура портфеля, как его разбить на структуру, какие инструменты, какое соотношение между акциями и облигациями, может быть, ETF взять. Обо всем этом я буду с ним, ну, как бы, беседовать. Это будет интервью. Ведущий специалист, великолепный рассказчик, поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас, пожалуйста, поставьте лайк. И, ну, до встречи. С вами был Демятков Юрий.